Почти 60 лет в редакции газеты «Коксохимик» хранилась любительская кинохроника о работе Московского коксогазового завода. Сотрудник историко-культурного центра Владимир Меньшов, в прошлом работник завода, заинтересовался этими материалами и взял их для восстановления. За годы хроника утратила целостность. Пришлось заняться ее восстановлением, заново, как сейчас сказали бы, смонтировать, на самом деле же склеить отрезки киноленты. На это ушел не один день. Сейчас нет нормального скотча, скотч должен быть чуть поуже, ложится ровно. Так, обрезали. Теперь снимаем его. Еще раз ровняем. Вот она, эта склеечка. А теперь еще вручную нужно пробить перфорацию. Потому что, вот берем чурбачок, потому что, и шильцем будем прокалывать дырочки. Хроника была снята любительской киностудии МКГЗ «Фильм», которой в то время руководил Анатолий Мурзин. Изучая материал, выяснилось, 10-минутный фильм посвящен празднованию 43-летней годовщине Октябрьской революции. Судя по смене времени года, работа над роликом заняла несколько месяцев. На нем присутствуют кадры работы завода и съезда сотрудников предприятия в Доме культуры. Воспроизвести видео получилось благодаря кинопроектору «Радуга-2». Настоящий раритет. Его в дар музею передала развилковская школа. На сердце дает, потому что я все это дело видел. Видел, как строился завод. И людей очень много, знакомых. Хотя они все старше. Но я даже помню, я с ними работал. И отец мой, и мать работали. Все на заводе. Поэтому это очень такое волнительное дело посмотреть. Но собрать ее сложно. Но я думаю, постараемся мы его собрать, отсмотреть, помыть как следует, надо пленочку. Ну, сделать так, чтобы она была уже удобоваримой. Это лишь первые пробные кадры. Когда работа по восстановлению хроники будет завершена, ролик станет неоценимым наследием для Ленинского района и города Видное, для которого Московский коксогазовый завод стал градообразующим. Кинохронику можно будет показывать широкой публике. Этот фильм не звуковой. А вот если его перевести в цифру, и на него еще можно переложить звук, воспоминания тех товарищей. Что там, допустим, мы увидели полуэктов, мы можем об этом сказать. В архивах газеты «Коксахими» хранится еще несколько подобных кинохроник. Сотрудники историко-культурного центра намерены их все восстановить и надеются, что совместными усилиями им удастся оцифровать полученный материал, чтобы сохранить его на долгие годы. Юлия Погосян, Алексей Руниев, Сергей Ларин. Видное ТВ.